Сегодня в Киеве под стенами Верховной Рады начались события, которые могут полностью изменить лицо Украины, а следом обязательно изменят Россию. Эти события называют по-разному. Украинская власть говорит об акции маргинальной группы Саакашвили, сам Саакашвили о выполнении требований народа, а журналисты задаются вопросом, это уже начало нового Майдана или еще нет? На этот вопрос пока никто, конечно, ответить не может, но вот посмотреть, подумать и попробовать понять, что происходит, мне кажется, стоит. Тем более, что возможные последствия нынешней акции неизбежно повлияют на Россию. Я на этом настаиваю. Я Алексей Романов, это канал Ньюсейдер. Давайте! Я не репортер, чья задача тщательно протоколировать происходящее. Я могу позволить себе субъективную оценку, могу даже начать с нее. А моя субъективная оценка такова. Сегодня первый день большого наступления Михаила Саакашвили. Естественно, официально так никто не говорит. Официально сегодня в Киеве обычная акция протеста, на которой люди требуют от депутатов Верховной Рады и президента Порошенко выполнить несколько их условий. Ну а именно, отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать специальные антикоррупционные суды. По численности протестующих акция сегодня была не самая большая, а вот по числу полицейских, нацгвардии, ОМОН и прочих силовиков, кажется абсолютно рекордной. Такие вот картинки, снятые сегодня утром, сегодня днем, они ведь больше напоминают, наверное, Москву времен Болотной площади, нежели мирный демократический Киев. Даже официально полиция сегодня сообщила о трех с половиной тысячах силовиков, которых привлекли как ранее. Насколько их на самом деле, кто же знает. Подыгрывающие власти украинские СМИ, таких в Украине много, сегодня весь день пытались выставить происходящее как что-то заурядное и даже почти смешное. Но сама власть при этом все время показывала, что относится к этой рядовой акции очень серьезно. Это и огромное количество силовиков, и металлические рамки, и перекрытый центр города, и глушилки, которые не давали журналистам сегодня вести нормальный прямой эфир. И самое главное, это внезапная покладистость власти, готовность идти на встречу требованиям людей. Сегодня рано утром, видимо, для того, чтобы попытаться перехватить инициативу Порошенко внес в Раду, ну вот вроде бы то, что от него как раз требовали, законопроект о лишении депутатов неприкосновенности. Правда, лишить их этой неприкосновенности президент предлагает только к 2020 году, но ведь предлагает. А второе требование маргинальной протестующей группы власть также вроде бы согласилась принять. Законопроект об изменении избирательной системы, который пылился в Раде с 15-го года, будут таки рассматривать. Улица таки работает. Это сегодня Мустафа Наем написал тот самый, который в 13-м году первым признал людей выйти на Майдан. Станет ли сегодняшний день началом нового Майдана, никто, естественно, предсказать не может. С одной стороны, разочарование в деятельности тех, кто пришел к власти на волне Майдана предыдущего, почти всеобщее. Экономика в состоянии узашающем. При этом экономических свобод нет, а политические с каждым днем сжимаются. Порошенко, ну, наверное, только ленивый сегодня не сравнивают с Януковичем, а все чаще уже сравнивают с Путиным. Но, с другой стороны, если бы наличие условий для революции всегда приводило к революциям, мир был бы иным. Нам остается только наблюдать за тем, как будут развиваться события, присматриваться и делать какие-нибудь выводы. Вне зависимости от дальнейших событий, Михаил Саакашвили с сегодняшнего дня окончательно вошел в высшую лигу украинской политики и занял в ней одно из ключевых мест. Ну, вот ради кого еще президент Порошенко шел на такие репутационные издержки, ну, вот как история с лишением Саакашвили гражданства. А ради кого, кроме Саакашвили, он лично вносил в Раду законопроекты, от которых перед тем успешно отбивался три с лишним года? Саакашвили добился не только народного признания. Его вынужденно признали и все основные политические игроки Украины. Ну, или вот еще одно наблюдение, навеянное сегодняшним днем. Саакашвили, несмотря на всю свою вроде бы импульсивность, явно действует по некоему четко, строго очерченному плану. Ведь по-настоящему то, что происходит сейчас, начиналось, закладывалось еще весной. Помните, рух новых сил, объединение активистов, не представленных в Раде, своя собственная телевизионная программа и, наконец, презентация программы будущих реформ, 71 называется. Все это было очевидной подготовкой к осеннему политическому наступлению и к решительной смене статуса. Из политика-одиночки, у которого, да, есть общественная поддержка, но нет общественной структуры, на которую можно опереться, Михаил Саакашвили должен был превратиться в полноценного политического игрока с поддержкой людей, с четкой программой, с общеукраинской партией, с соответствующими ресурсами. И вот, кстати, именно это превращение и должна была предотвратить история с лишением Саакашвили гражданства. Но не предотвратила, а лишь слегка подкорректировала. Ну, например, в летней программе Саакашвили не было пункта о введении в стране антикоррупционных судов и об отмене депутатской неприкосновенности. Ведь по большому счету и то, и другое это очевидные полумеры. В программе человека, который был автором самых радикальных реформ на просторах СНГ, таких пунктов просто не могло быть. Но пока Саакашвили вынуждено отсутствовать в Украине, оба этих требования приобрели огромную популярность, стали почти народными знаменами и, вернувшись, их уже нельзя было игнорировать. И Саакашвили не стал их игнорировать. Он возглавил это движение, но не просто возглавил, а еще и принципиально его модифицировал к лозунгу «Даешь антикоррупционные суды, новое избирательное законодательство и депутатскую прикосновенность». Он добавил «А если нас не послушают, долой Порошенко». И вот одной этой фразой он принципиально революционизировал ситуацию. Ну, что, собственно, мы, похоже, с сегодняшнего дня уже и наблюдаем. Требования к власти превратились в ультиматум власти. А Саакашвили таки превратился в лидером мощного политического движения с четко оформленными планами и с четкой целью номер один – отстранение Порошенко. Однако, мне кажется, это был только первый этап его плана. Сейчас он перешел ко второму. Досрочные выборы в Верховную Раду и, возможно, досрочные выборы президента. Когда будет реализован и этот план Саакашвили приступит к третьему основному, ради которого, я очень надеюсь, все, собственно, затягалось. Став сперва ведущим оппозиционным политиком, затем просто ведущим политиком, Саакашвили приступит к реформам. Летом он уже озвучил ее примерный план. План, кстати, называется очень броско – 70 дней. За такой срок Саакашвили предлагает полностью изменить жизнь в Украине, изменить к лучшему. Звучит, конечно, несколько утопически. Мягко говоря, 20 лет – ничего толком не делалось, а тут вдруг за 70 дней сделается. Но если присмотреться повнимательнее, то в этой программе 70 дней собраны ровно те реформы, которые в свое время были проведены Саакашвили и его команды в Грузии. Совершенно реальные реформы, которые действительно полностью изменили жизнь в стране и изменили к лучшему. Да, не за 70 дней все новые и новые реформы в Грузии проводились на протяжении 8 лет, но главное было действительно сделано в считанные месяцы. И улучшения в своей жизни люди также почувствовали уже через несколько месяцев. В общем, отмахнуться от такой программы не получится. Это не популизм. Это серьезно. А теперь, когда Саакашвили закрепил за собой новый статус, серьезно, вдвойне. Я попробую на днях сделать отдельное видео о тех реформах, которые были проведены в Грузии во времена Саакашвили, но коротко суть этих реформ такова. Если ты сегодня в Грузии сталкиваешься с чем-нибудь по-настоящему стоящим, будь уверен, с вероятностью в 99% это сделано при Миши. Итак, все-таки, сегодня в Киеве начался Майдан или не начался? Мне кажется, Саакашвили клонит именно к Майдану, хотя и не говорит об этом прямо. На момент записи этого видео протестующие уже успели слегка подраться с полицией и уже устанавливают палатки, берут с их помощью в кольцо здания в Верховной Раде. Кстати, депутаты из Рады вечером уходили через подземный ход. Саакашвили в этом палаточном лагере, кажется, остается на ночь. В общем, посмотрим. Я же хочу еще поделиться некоторыми выводами, которые, может быть, не напрямую, но косвенно связаны с сегодняшними событиями. Вывод номер один, как мне кажется. Украина цене Россия. В Украине демократия, которую мы сегодня, собственно, и наблюдали. И пока она есть, есть надежда на нормальное решение любых проблем. А вот Россия не Украина. И демократии у нас нет. И то, что делать сейчас Саакашвили в Киеве, у нас в принципе невозможно. Ни митинги, ни ультиматуму президенту, ни вообще политическая борьба за власть в стране. Поэтому политик, который говорит, как Саакашвили, ведет себя, как Саакашвили, вещает, как Саакашвили, может быть в России только подделкой под Саакашвили. Второй вывод. Политики не меняются. Партийный функционер Ельцин прикинулся демократом и отдал власть и собственность в руки своим коллегам по номенклатуре. ФСБшник Путин прикинулся демократом и отдал страну в руки своих коллег ФСБшников. Олигарх средней руки Порошенко прикинулся демократом и ударными темпами восстанавливает олигархические порядки времен Януковича. Националист и имперец Навальный прикидывается сейчас демократом и если когда-нибудь он окажется у власти, то его истина, националистическая, имперская сущность возьмет свое. Политики не меняются. И этот вывод был бы, наверное, совсем грустным, не будь у нас примера Саакашвили. Он тоже не изменится. И если придет в класть, то его сущность точно так же, как и с любым другим политиком это происходит, возьмет свое. Но это сущность настоящего демократа и сущность человека, родившегося при совке, жившего при совке, общавшегося с постсоветским обществом, но не ставшего при этом совком. Ну и, наконец, третье. Когда в Украине начался, а затем победил последний Майдан, миллионы людей в России увидели в этом надежду для своей страны. Но затем в Украине что-то пошло не так, точнее пошло так, как оно шло до Майдана, и надежда эта почти угасла. Ну так вот, глядя на то, что делается сегодня в Киеве, а не пора ли нам вновь пустить в сердце эту надежду? Слава Украине! Россия будет свободной! Я Алексей Романов, канал Неседор, увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!